Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы с вами находимся в месяц Эл-Уль. Это последний месяц в году, что означает, что совсем-совсем скоро будет Рошашана Новый Год и начнется, дай Бог, 5781 год от сотворения мира. Итак, последний месяц в году Эл-Уль. Мы знаем, что он очень-очень святой. Почему? Потому что в это время пророк Моисей, Мушера Бейну, наш учитель, поднимается на гору Синай во второй раз, чтобы просить прощения за грех золотого тельца. И Всевышний прощает еврейский народ и говорит в Йом-Кипур известную фразу «Салахти кидвареха» – «Прощаю я, еврейский народ, как ты меня просишь, Мушер». Итак, эти 40 дней с начала месяца Эл-Уль до Йом-Кипура, они пропитаны прощением и милосердием, потому что Мушер молился, молился, он пропитал эти дни на все времена прощением и милосердием. Бог прощает, Мушер просит прощения и милосердия, и это все получается в эти святые 40 дней. Поэтому эти дни особенно благоприятны, чтобы исправлять свои ошибки, чтобы больше принимать на себя заповеди, чтобы расти духовно. Итак, говорят нам наши мудрецы, на что похожа вот наш духовный рост? Это похоже на войну с линией фронта. Что имеется в виду? Что всегда, когда есть две стороны, которые воюют, и между ними проходит линия фронта, иногда побеждает эта сторона, и линия фронта уходит дальше, иногда побеждает вторая сторона, и линия фронта идет в противоположную сторону. Но тем не менее, вот там, где находится линия фронта, и моя страна, моя сторона, там нету боевых действий. Боевые действия только проходят на линии фронта. Но то, что уже захватили, там более-менее спокойно, и это уже является частью какого-то государства. А только самые такие жестокие бои на линии фронта, говорят наши мудрецы, что точно так же и у нас. Мы все двигаемся вперед, мы все движемся дальше ко Всевышнему, принимая на себя все больше и больше заповедей, как в количественном плане, так и в качественном плане. И наша борьба проходит только в какой-то линии фронта. Например, человек начал соблюдать, он уже соблюдает кашрут, он кушает только кошерную еду, но он еще не соблюдает полностью шаббат. Это означает, что то, что кашрут, то, что он на себя уже принял, это уже его, это похоже на захваченную территорию. А его борьба с Ецарара происходит только на линии фронта, и сейчас линия фронта это шаббат. А через год линия фронта это будет учить Тору ежедневно 5 часов в день. Например. Итак, то, что я соблюдаю, это уже мое, никто у меня не заберет, я это захватил. На линии фронта, вот у меня сейчас шаббат, мне очень тяжело, и меня ждут еще большие достижения духовные. Кашрут, шаббат, учить Тору, помогать другим и так далее, и так далее до бесконечности, что в принципе является смыслом нашей жизни. Так объясняют наши мудрецы нашу борьбу, нашу борьбу с Ецарара и наш духовный рост. И говорят наши мудрецы, что абсолютно любой человек, у него есть то, что он соблюдает, у любого человека. Даже у самого плохого он уважает, например, родителей или что-нибудь такое. Это уже его, и это никогда нельзя у него отнять. Где-то происходит его борьба, за что-то вот он пытается побороть себя, чтобы еще больше соблюдать. А что-то для него еще является таким вот, знаете, верхушка Эвереста. Что-то он еще только будет когда-нибудь захватывать и делать киньян, приобретать вот эту вот духовную энергию и эти заповеди. И говорят нам наши мудрецы. Очень интересный такой рассказ в Талмуде, что была группа людоедов. Самые такие ужасные грешные люди, дикари, которые кушают других людей, которые ставят свою жизнь выше других. Вот мне нужно поесть, и я его убью, чтобы я выжил, чтобы я мог дальше существовать. Это просто, ну, просто дикость. И даже, говорит Талмуд, у этих людоедов было правило, что все, что просит вот тот, кого мы сейчас съедим перед смертью, последнее желание мы обязаны выполнять. Что бы он ни пожелал, мы обещаем выполнить его просьбу. И говорят мудрецы в Талмуде, что они никогда этого не нарушали, даже себе во вред. Что бы он ни попросил, мы будем выполнять. Что мы здесь видим? Что даже самые-самые далекие от Бога и от Торы люди, они на себя могут принять какую-то вещь. А здесь это в частном случае, они на себя принимают, никогда не нарушат свое обещание, разрешать ему что-то пожелать, последнюю волю. И они это обещание никогда не нарушат, для них это прямо железно. Они эту территорию как бы захватили, и никогда их ЕЦРВА уже не убедит, что это можно обещание нарушить. А все остальное, понятно, их еще ждет очень такой длинный духовный путь, чтобы все остальное соблюдать. Но тем не менее, в каждом из нас, например, в Израиле большинство мужчин делают обрезание, и все приходят до Йом-Кипур в синагогу. Даже самые-самые далекие делают обрезание. Более 60-70-80% мужчин, и все приходят до Йом-Кипур в синагогу. Этого у них уже никогда не отнять. Здесь нет вообще вопроса свободы выбора, и здесь ЕЦРВА не вмешивается, он же не может их веру в этом поколебить. Это они на себя уже приняли, и этого уже у них не отнять. А здесь дальше есть какая-то линия фронта, где они дальше проводят свою борьбу на данном этапе, и будут какие-то новые когда-то вершины, которые они будут покоряться годами. Говорят мудрецы, что в Роша Шана нас будут судить именно по этому принципу, по этой схеме. Будут смотреть, наша линия фронта ушла назад, мы стали меньше соблюдать в этом году, или наоборот, наша линия фронта пошла вперед, и мы еще больше захватили в кавычках заповедей, в которых мы, наша вера, непоколебима, и мы никогда уже не будем это нарушать. Где наша линия фронта? Мы пошли вперед или мы пошли назад? И в этом заключается суд Роша Шана. Я нам всем желаю хорошо провести элуль, как говорят в ешивах, это называется элуль. Хорошо желаю провести нам элуль, чтобы мы дальше двигали нашу линию фронта, каждую свою линию фронта дальше, и покоряли все больше и больше святых вещей, принимали на себя все больше митсвот. Спасибо огромное за внимание. Шана Това, Умытука.